Команда «Камазмастер», одержавшая фееричную победу на ралли «Дакар», вернулась в Россию. Позади две недели борьбы и почти 8,5 тысяч сложнейших километров ралли-марафона и призовой подиум. «Синяя Армада» заняла первые четыре места, повторив успех 2011 года. На пути к победе экипажи столкнулись с массой трудностей. Причём это были не только зыбучие пески и острые камни, но и психологическое давление. Не скрою, что психологически сложно уже второй год нашим командам, которые выступают на международных соревнованиях, быть под санкциями ВАДА. В этом году «Дакар» был впервые в статусе чемпионата мира, этапа чемпионата мира. И не было нашего российского флага ни на экипировке, ни на одежде, ни на автомобилях. Но тем не менее, дух наш с нами был, он и помог, и ещё больше была цель, задача быть выше в таблице. На руку нашим спортсменам сыграло и то, что в этом году на «Дакар» не поехал один из сильнейших соперников – белорусская команда «МАЗ Спортавто». Впрочем, как признаются пилоты, участвовать в подобных ралли-марафонах крайне сложно всегда, вне зависимости от противников. «И соперники прогрессируют очень сильно, и организаторы находят такие маршруты, что там даже без соперников, на самом деле, непросто. То есть проехать по этому маршруту – это уже, я считаю, победа, когда добрался до финиша. И для многих участников это не исключение». Переживания в этот раз были связаны и с техникой. Ведь две машины из четырёх – грузовики новейшего семейства Ка-5. Одну удалось испытать на прошлом шёлковом пути, а вторая сошла с конвейера буквально за несколько дней до «Дакара». «Да, наша машина буквально вот из печки, как горячий пирожок, испеклась. И вот, как Дима уже сказал в общем интервью, что мы её только испытали по снегу. То есть машина выехала в набережных Челнах на полигон, на снежной, на зимней резине. Да, мы на ней немножечко проехали, потому что всё было очень впритык. И были, на самом деле, очень сильные переживания в том плане, хватит ли моточасов обкатки и вообще тестирования этой машины». Что ж, результаты ралли-марафона свидетельствуют о том, что всего хватило. Тем более, что к первому и второму местам наших пилотов привезли именно новые грузовики. Что дальше? А дальше – пара дней отдыха и возвращения к работе. Впереди весенние сборы, ралли «Шёлковый путь». А там – не за горами и Дакар 23-го года.